здравствуйте дорогие зрители нашего канала юрий лариса иванова я вас приветствую на нашей кухне сегодня суббота и как видите перед вами лежит горбуша она у меня 700 граммовая вот прям полностью рыбка не разделанная и я представляете себе представьте себе собралась из нее что думаю приготовить что вы думаете я хочу приготовить из нее манты почему бы и нет я думаю будет очень очень вкусно давайте вместе со мной приготовим манты и понаслаждаемся их вкусом сейчас мне нужно разделать рыбку но освободить ее от всего добыть из нее мякоть чистое филе я приготовила уже лук три штучки и вот посмотрим сколько у меня будет чистого филе от горбуши сейчас я займусь разделкой рыбы но камера у меня будет выключена ждите продолжение рыбка у меня была 750 грамм и вот примерно филешки у меня здесь оказалось около 300 грамм и также у меня здесь три луковки тоже 300 грамм примерно я завешала все драк для вас для себя бы я не завешивала и тогда у меня в рыбке оказалось икра представляете я ее помыла поставил стекать и и короче хочу посолить такой сюрприз оказался в рыбке когда я ее покупала ее цена была 145 рублей за килограмм и там было написано что это рыба урожая 2018 года но я так посмотрела что она хорошенько и что очень много народу ходит туда за ней именно в этот в это место кто в новоалтайский живет если смотрит это я покупала на базе выбор так что сходите и приобретите такую рыбку с таким сюрпризом сейчас я буду это измельчать эту филешку и после я включусь обязательно покажу а вот это вот то что я обрезала но хотела тут голову использовать там хребет использовать для ухи а сейчас думаю не угостить ли мне нашу собачку торю и же тоже нужен фосфор как бы омега-3 ей тоже надо поэтому скорее всего я ее угощу и тоже будет очень приятно ну что смотрим друзья я продолжаю крошить рыбку а а Рыбу я покрошила. Вот столько у меня получилось. И сами понимаете, горбуша это не семга, не форель, она не жирная эта рыба, не скумбрия. Поэтому сейчас, вы увидите следующее, я буду обжаривать лук, который я измельчу, на сливочном масле. Но не совсем полностью до готовки, а так, немного припущу его в сливочном масле. Сейчас я измельчаю лук. И сейчас буду обжаривать его на сливочном масле. Я положила в сковороду ровно пол пачки сливочного масла. Сейчас она у меня нагреется. и я пущу туда лук. В принципе, это не обязательно, конечно. И, как я уже сказала, жарю его не до готовности, а так, полусырой. Немного припущу в сливочном масле. Пусть масло растопится, лук впитается. Чтобы вкус был обалденный просто. Чтоб можно было ум отъесть и забыть про все на свете. Я думаю, хватит. Я выключаю плитку. Так что немножко я его припустила в сковороде. Хватит. Сейчас остынет и я смешаю. Буду делать фарш. Смешивать. Так, я сейчас буду готовить тесто. Так, учительница пришла. Я взяла одно яйцо. Теперь я это все посолю. Я тесто солю. И вылью воды. Примерно здесь однако 250 мл. Это у меня кипяченая остывшая водичка. Так, теперь я взболтаю яйцо. и беру муку. Муки я возьму столько, сколько у меня возьмет тесто. Короче, делаю к ночи. Буду не сеянную муку использовать. Не знаю, кружка опять сломалась. что там или полную то, что насыпала. Нет, она просто сломалась. Починила кружку кстати. Начала ее всяко-разно шевелить, там двигать. Я по старинке перевернула и жду. Пусть немного отойдет. подойдет, полежит, короче, тесто, а я пока начинкой занюсь. Вот такая. Вот столько у меня рыбки резаной. И сейчас я сюда буду примешивать лук. Из специй я буду использовать только черный перец и соль. И соль. Вот такая начинка у меня будет для мант. ммм, какая вкуснятина. Сейчас жду тесто и леплю манты. Я пока посолю икру. Я ее промыла, водичка с нею стекла, прям капелька осталась, и сейчас я ее буду солить. постаралась, как могла вот эти прожилки убрать. Так, я сейчас солю ее. А кому не нравится, мне больше достанется соленая. И прям это я так солю. Засолю. И прям вот вообще вот капелюшно пол чайной ложечки масла я добавила без запаха. Сейчас в баночку пусть постоит. И бутербродики на завтрак. Обалденные. Красота. Страшная сила. Вот так вот. Говорится не для рекламы. Недавно говорила, что мы ничего не рекламируем, но я сегодня манты буду готовить в пароварке. У меня вот такая пароварка браун. Ни разу, конечно, не пожалела, что мы ее купили. А купили мы ее, потому что у нас заболела дочка. И ей нужно было готовить все на пару. смазываю. смазываю, чтобы не прилипали. Надо хорошо помазать. В общем, классная штука. Помню, намешаю фарш, самой-то нету дома, как бы на работе. Если сын придет со школы, быстренько раз, котлет наделает в эту пароварку. На 50 минут выставил. И все. И котлеты готовы. Они уже сыты. Сам наестся, ее накормят. Молодец был. Приступила я к готовке мант. Я их не делаю совсем маленькие. Какие получаются. не на продажу и не на выставку. О, какие! Всем мантам манты. И тесто я тонко не раскатываю сегодня. У меня, кстати, тесто такое мягенькое, мягенькое. Вообще прелесть. ой, что-то по-моему я сильно уж огромные собралась слепить. Я понимаю, что большому куску и рот рад. Мужу снимать некогда. Он занят окнами. Сегодня суббота. День солнечный, теплый. я побольше начинки. Вау! Манты просто обалдеть! У моего мужа тетя жила на Украине в городе в Ровенской области. И она на вареники тесто не раскатывала. Она его вот так руками разминала. Я, конечно, это от нее научилась. сейчас покажу сколько у меня войдет в одну эту ячейку. Думаю, штучек шесть. пишите мне, какие вылепите мантики. Большие и маленькие. У меня по настроению кстати получаются. Вот так у меня получилось. Это в итоге что я имею? Ноль фарша и вот у меня манты. Я их распределила, чтобы все они у меня вошли. Ноль теста и ноль всего. Сейчас я уберу все это и ставлю их готовить. Если кому-то не понравилось, что здесь много лука, мало рыбы, кладите то, что вам нравится. Я показала саму суть, что я такое готовлю. А вы готовьте так, как вам нравится. Так, как вы любите. Вот оно чудо. Налила воды, поставила эту пароварку, включила на время таймер и все. Все готовится. А я наслаждаюсь жизнью. Выбираю короче со стола, готовлюсь ум отъедать, как я уже сказала. Время вышло, все у меня отключилось. Сейчас мы будем ум отъедать, которого и так нет. Я не знаю, с чем будете кушать вы. Я хочу их немножечко помазать маслицем. И это будет очень вкусно. И даже не знаю, скорее всего, больше ничего. Помидорки сейчас достану. Может быть со сметаной Юра будет. Так, мы готовы отъедать. Я уже попробовала. Юра только присаживается. Всем привет! Пришел с улицы делаю окна. Скоро тоже видео поставлю, как я окна делаю. А что ты помидорки убрал? ты не будешь с помидорками? Ливы. Не ножичек. Мне вот, несоленое. Хоть вы говорите, что я там солю на видео. Ну, абсолютно несоленое. Как раз для Юры. Да, я не люблю соленое. Ну, очень вкусно, сочно. Просто замечательно. Ты же не знал, что я с рыбой готовлю. Как тебе? Вообще не скажу, что это рыба. Серьезно, как будто мясо для себя помидорами портит вкус. Может и портить, но мне очень хочется остренького еще. Всем пока, дорогие друзья. Поддерживайте нас лайками. А, кстати, у нас недавно спросили в комментариях, а зачем вам лайки? Как вы думаете, друзья, зачем нам лайки? Чтобы продвигать канал. Чтобы продвигать видео. Чем больше лайков, тем быстрее оно попадает в топ. Вот так и конечно же канал тогда от этого лучше. Всем пока. Сейчас кушаю. Я любитель поснимать, как я кушаю. Серьезно, думал, что да, манты с рыбой, но мне показалось, что там еще мясо подмешано. Настолько вкусно. Лариса говорит, нет никакого мяса. Но он не видел, как я снимала. Обалдеть. Делайте, не пожалейте. Дешево и сердито. Вкуснотища. Субтитры Продолжение следует...